Зависть это самая противоречивая и разрушительная человеческая эмоция. Она начинается с тоски почему-то, чего нам не хватает, и может быстро превратиться во все пожирающее пламя, изменяющее саму ткань наших мыслей. Люди по своей природе привыкли сравнивать себя друг с другом. Сегодня уже стало нормой постоянно оценивать статус других людей по уровню уважения и внимания, которые они получают. А любые различия между тем, что есть у нас и что есть у них, неизбежно будут формировать суждения о нашем собственном благополучии и достатке. Для некоторых людей эта врожденная потребность сравнений может служить движущей силой, помогающей им достигать успеха в их начинаниях. Однако для большинства привычка сравнивать себя с другими превратится в глубокое чувство неполноценности и разочарования, что в свою очередь будет приводить к пассивной агрессии и скрытым нападкам с их стороны. Зависть порицается обществом, и эти люди никогда не признаются в том, что они ведут себя так из-за зависти, потому что они крайне зависимы от одобрения со стороны окружающих людей. Очень важно научиться распознавать ранние признаки зависти по тем едва уловимым жестам и проявлениям, исходящим как от вас самих, так и от других людей по отношению к вам. Особенно, если это кто-то из ваших очень близких людей или родственников. Люди, одолеваемые завистью, имеют непроизвольное желание навредить и нанести ущерб объекту зависти в попытке восстановить, как им кажется, справедливость. Ведь у них нет того, что есть у их завистника, а это, по их мнению, неправильно и несправедливо. Люди редко проявляют зависть в открытую, поскольку она в одночасье выплескивает наружу гремучую смесь из их глубинных комплексов, страхов и неуверенности в себе. По сути, когда человек испытывает чувство зависти, он признается сам себе в том, что он в чем-то уступает другим. Причем уступает в чем-то, что имеет определенную ценность для этого человека. Ведь в противном случае, если бы ему было действительно наплевать, то он остался бы совершенно равнодушным к этому. Однако давайте по-честному, большинству людей сложно оставаться равнодушными, когда дело касается таких вещей, как деньги, статус, физическая форма и уважение окружающих. Для большинства людей безумно больно признаваться самим себе в том, что они испытывают зависть к окружающим по одному из этих параметров. Именно поэтому большинство старается скрыть эту эмоцию, лишь только почувствовав ее первые нотки. Это происходит не столько из-за людского стремления стать такими же, как объект их зависти, а скорее из-за кажущейся несправедливости в распределении благ и внимания. Людям кажется, что они заслуживают иметь столько же, сколько и те, кому они завидуют. Но к этому добавляется чувство беспомощности и бессилия, ведь они не могут получить это здесь и сейчас. Подключив логику и рациональное мышление, можно понять, что для таких результатов требуются годы тяжелой и непрерывной работы. Ведь все стоящее в этой жизни дается очень нелегко. Да, конечно же, есть и те, кому посчастливилось родиться в богатой и обеспеченной семье. Но думаю, что вы прекрасно понимаете, что таких людей меньшинство. Если смотреть на жизнь реалистично, то можно понять, что она в принципе несправедлива. Люди любят скрывать свою зависть от других и игнорировать ее влияние на их собственные поступки. И эта наивность в конечном итоге приводит к культивации огромного количества ненависти к объекту их зависти. Другими словами, для того, чтобы завистник чувствовал себя вправе причинить вред объекту своей зависти, он или она должны взрастить в своем сознании идею о том, что любое действие объекта их зависти раскрывает какую-то негативную черту его характера. И именно поэтому он становится якобы недостоин иметь то, что он имеет прямо сейчас. Ирония заключается в том, что когда мы думаем о человеке, который завидует другому, то мы обычно склонны полагать, что если кого-то в ком-то что-то не устраивает, то следующим логическим шагом будет просто держаться от этого человека подальше. То есть просто стараться избегать его общества и никогда больше не вступать с ним в контакт. Однако парадокс заключается в том, что те, кто испытывают наиболее сильную форму зависти, на самом деле склонны к тому, чтобы находиться как можно ближе к объекту своей зависти. Это происходит, потому что желание саботировать их успех или забрать их славу себе пересиливает все остальное. Ты являешься обладателем того, что они хотят заполучить больше всего на свете. А это значит, что ты доставляешь им неудобства и дискомфорт. За примерами далеко ходить не нужно. Открой любое видео на YouTube и почитай комментарии. Я уверяю тебя, что ты найдешь гневные и желчные комментарии даже к самым безобидным роликам. Всегда найдутся люди, которые будут пытаться разрушить то, что есть у тебя. А некоторые из них сделают это смыслом всей своей жизни. И я ничуть не преувеличиваю. Я знаю случаи, когда определенные люди проделывали колоссальные усилия только для того, чтобы уничтожить деятельность другого человека. А теперь задумайся на секунду и представь, сколько всего продуктивного они могли бы сделать со своей жизнью, если бы направили всю свою бешеную энергию и потенциал не на разрушение чужой жизни, а на построение своей собственной. Но это лишь общий пример, который и так лежит на поверхности. На самом деле, твоими самыми большими завистниками зачастую будут являться твои самые близкие друзья, которых ты знаешь на протяжении многих лет и которым ты беспрекословно доверяешь. Я не хочу сказать, что твой лучший друг обязательно хочет вонзить тебе нож в спину при первой возможности. Однако ты должен иметь в виду, что он находится в наилучшем положении, чтобы сделать это. Большинство людей не знают, как реагировать на то, когда они чувствуют негативное воздействие, вызванное завистью со стороны близких людей. И поэтому большинство этих людей начинают испытывать чувство вины и думать, что они сделали что-то не так. И действительно заслуживают такое отношение к себе. Это происходит из-за нашего доверия и веры в близких людей. Мы не допускаем того, что они могут пытаться причинить нам вред умышленно. Мы автоматически принимаем любой негатив с их стороны на свой счет. Мы думаем, что эти люди знают нас лучше, чем кто бы то ни был. И поэтому с таким трепетом относимся к критике с их стороны. Зависть – это самое сложное из всех человеческих эмоций, потому что она никогда не выражается напрямую. Например, мы можем с легкостью определить гнев, печаль или счастье. Ведь обычно они выражаются в очень ярких формах и могут быть расшифрованы через мимику и язык тела. Но зависть же очень противоречива в своих проявлениях. Поэтому сегодня, как никогда ранее, крайне важно научиться прислушиваться к своей интуиции и распознавать любую, даже малейшую враждебность, направленную в наш адрес. Существует множество способов выявления зависти, но главным из них является выявление мельчайших несоответствий и незначительных противоречивых жестов. Дело в том, что когда люди впервые испытывают зависть, они еще не успевают заняться самообманом и выдать зависть за что-то другое. И именно в этот самый момент их зависть палится легче всего. Ты можешь с легкостью проверить людей из своего окружения и даже своих самых близких друзей, просто забайтив их на историю о том, что ты получил серьезное повышение. Скажи им, что ты пошел вверх по карьерной лестнице и посмотри на их реакцию. Но только смотри очень внимательно. Их первая реакция будет самой правдивой. Это может быть что угодно. Они могут перестать улыбаться и выдавить из себя сухое поздравление, которое будет говорить само за себя. Но самое главное, на что стоит обратить первоочередное внимание, это их взгляд. Если в момент того, как ты рассказывал им хорошие новости про себя, вместо огня в глазах у них не было ничего, кроме пустоты и тьмы, то скорее всего, именно в этот самый момент к этим людям пришло осознание того, что ты справляешься лучше их. И они поняли, что завидуют тебе. И теперь они судорожно пытаются сообразить, что делать с этой эмоцией, как ее скрыть и не спалиться перед тобой. Те друзья и близкие, кто действительно будет рад твоим успехам, начнут с энтузиазмом расспрашивать тебя о новой должности и всячески тебя в этом поддерживать. Завистники же всегда будут немногословны. Они могут похвалить тебя, однако эта похвала всегда будет носить неискренний и саркастичный характер. Завистники будут акцентировать свое внимание на материалистической составляющей твоего успеха. То есть на какой-нибудь прибавке к зарплате, а не на том, какой сложный путь ты проделал для того, чтобы получить эту должность. Если они говорят о том, сколько ты теперь зарабатываешь, какие у тебя есть связи и как тебе повезло схватить бога за бороду, то они явно концентрируют свое внимание на том, что у тебя есть в моменте, а не на том, что ты представляешь из себя как личность. Необходимо научиться отличать тех, кто хочет услышать историю твоего успеха ради вдохновения от тех, кто хочет эту историю обесценить и сказать, что тебе просто повезло. Люди, которые хотят вдохновиться твоими достижениями, будут фокусировать свое внимание на том, через что тебе пришлось пройти и чем пришлось пожертвовать, прежде чем ты достиг желаемого результата. А те, кто хочет обесценить твой успех, будут акцентировать свое внимание на всех рисках, которые возможны на этом пути, как бы невзначай намекая на то, что тебе просто повезло избежать всех этих неудач. Они будут пытаться взрастить в тебе чувство тревожности и неуверенности, чтобы в конце концов ты оступился и упал на свой прежний уровень, где им было так комфортно с тобой общаться. Но, конечно же, важно не только уметь распознавать зависть со стороны других, но и быть способным определить свою собственную зависть и честно себе в этом признаться. Катализатором нашей зависти является сравнение наших успехов с успехами других людей. Поэтому в следующий раз, когда ты услышишь о внезапном успехе кого-либо в твоей профессиональной сфере или же среди твоих друзей, обрати внимание на неизбежное чувство добиться такого же успеха и последующее чувство злобы и враждебности, пусть даже не ясной, но направленной по отношению к объекту твоей зависти. Эта смена настроения происходит практически моментально, и это совершенно естественно пройти через данную эмоциональную последовательность. Поэтому не надо испытывать чувство вины за это. Все-таки это один из тех факторов, который делает нас людьми. Важно научиться реагировать на свои чувства и своевременно их обрабатывать, отдавая себе четкий отчет о характере этих чувств и о том, что их вызывает. Старайся по максимуму избегать сравнения с другими людьми. Да, это непросто, но жизнь вообще очень непростая штука. И чем быстрее ты это поймешь, тем легче будет твой путь. Приучись к тому, чтобы сравнивать себя с собой вчерашним, а не с теми людьми, которые тебя окружают. Ты можешь быть невероятно хорош в том ремесле, которым ты занимаешься. Но если ты будешь сравнивать себя с человеком, который занимается этим делом на 10 лет дольше тебя, то ты неизбежно начнешь ему завидовать. Ведь у него точно будет больше опыта, ресурсов и возможностей. Поэтому сконцентрируйся на себе, делай что нужно, и результаты обязательно появятся. И конечно же, хватит завидовать другим людям. Ведь только по-настоящему сильный человек может искренне порадоваться за успехи других.